есть звук изображение осталось да вот мы и на связи я как всегда очень рад вас видеть и хочу сказать что разговор об этом фильме чуть ли не единственный повод закурить трубочку в эфире потому что ну что делать эмбрины существа курящие перед вами одна из фотографий из книги на рэнсома рикса вы наверное знаете дом странных детей мисс перегрин поставлен по книге рэнсом рикса и таких книги вышло уже две если я не ошибаюсь и они в общем пользуются не менее популярностью у детей и взрослых чем гарри поттер и конечно экранизация этой книги никому другому кроме как мастеру коммерческой готики тиму бертону достаться не могла мне фильм очень понравился может быть потому что я сказочник ну что делать ну сказочник и наверное и трубка которую курит я тут вот прочел в интернете один отзыв на этот фильм который меня тронул и тронул правда серьезно есть потрясающие фильмы пишет некий неизвестный молодой человек есть великолепные книги есть захватывающие сериалы после них такая вещь как реальный мир кажется комком приевшихся серых будней это как будто петля ужасающей и непонятной концепции того что вообще не имеет смысла либо имеет его совсем мало знаете мне немного лет и я не из умных людей я мечтаю о многом но если бы передо мной стоял бы выбор покинуть реальный мир и жить в одной из придуманных историй в истории в которой приятных и незабываемых чувств в одном мгновении больше чем во всей жизни в реальном мире я бы непременно согласился уйти в такую придуманную историю у меня было бы иное будущее я жил бы в ином мире мире которые согревают мое сердце и который принимает мою душу ровно то самое ощущение которое не стану от вас скрывать остается у меня от хороших интересных сказочных историй коих на самом деле на свете наше время производится крайне мало как мне кажется вот он тим бертон с марионетками из фильма которых оживляет один из странных инаковых детей в доме мисс перегрин ему по-прежнему хочется играть несмотря на то что 58 и повзрастить очень трудно не знаю у меня получается и фильм мне нравится наверное потому что вот как тот молодой человек за комментарий которого я цитировал я наверное тоже всю жизнь тебя чувствую потерявшимся жителем дома странных детей мисс перегрин там вообще будет несколько совершенно потрясающих раз в их диалогах которые мне кажется характеризуют именно то о чем фильм когда отец сын ибо жалуются джейку что отец его недостаточно любил джейк скажет ну вот ты же сам говоришь что разбомбили дом вместе со всеми его друзьями он говорит безумную вещь и не удивительно безумно важную вещь неудивительно что дед тебя не любил он вообще боялся кого-либо полюбить потому что вот так вот полюбишь а потом бах и с неба падает бомба и там же во время того же диалога гостиницы комнатах над баром там в уэльсе прозвучит еще одна потрясающая мысль который расскажет о том почему дедушка и не любил ну или по крайней мере был холоден к своему собственному сыну папа скажет джейку он скажет сынок ну куда ты идешь чтобы делать какие-то открытия все в мире уже открыли до тебя и очень так по-русски поворачивается на бок с бокалом пива и начинает смотреть футбол правда футболом начинает смотреть американский речь ведь тоже идет о попытке преодолеть смерть правда если хотите это тоже своеобразная главная тема фильма джейк верил дедушки но все вокруг убеждали его что это выдумки что чудовище которые преследуют странных детей это нацисты вот эти самые иные инаковые дети и остров с детским домом это дом для беженцев жители его евреи естественно как бы все кажется очень простым но однажды джейк находит своего дедушку мертвым с вырванными глазами и подняв голову видит страшное существо с многими языками то самое чудище из дедушкиных рассказов и чудище это само по себе в общем после всех чудищ кинематографа последних десятилетий само по себе не кажется совсем оригинальным если бы у него не было своего совершенно особого имени и в романе и фильме их называют пустотами фильм посвящен борьбе с пустотами и роман посвящен борьбе с пустотами но ведь странная вещь правда вот огромное количество разговоров книг о детях индиго и так далее так далее и тому подобное огромное количество фильмов супергероев суперспособностях говорит о том что человечество ощущает свою гибель и ждет спасителей и эти спасители те самые дети с особыми способностями иные дети которых мы ждем мы вроде бы как хотим воспитать и хотим чтобы они были с нами но что то утеряно мы не можем их найти или не воспринимаем их как спасителей воспринимаем как психически больных петля времени это такая бочка где вечно вечно длится один день где дети не стареют не меняются а только могут углублять разыскивать всякие разные тайники как найдет эмо такое да свое 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 тайное помещение на затонувшем когда-то корабле со скелетами они могут углублять и расширять этот день но это все равно всего-навсего один день и до того чтобы спасать наш мир они не доходят поэтому очень трудно сказать кто же такие эмбрины ангела для этих детей или демон и ангел она для нас или или нет я уж не стану говорить что играют ее потрясающе красивую с моей точки зрения его грин которая всегда играет роли странных красавиц странных же это же вечный царственный вопрос вот прекрасная женщина со странной внешностью зачем она такая для того чтобы увязнуть в быту или для того чтобы создать вот какую-то свою собственную временную петлю создать фактически свой маленький мир иначе зачем нужна ее колдовская красота и ее желание летать и возможность летать или мечта о полете мир вот такой псевдо готики или мир подобных историй это мир мечты здравствуйте гри вот как вас зовут добрый вечер григорий здравствуйте григорий тел бы по поводу вопроса главного фильма как мне кажется вопрос задает герой сэмюэля джексона мага злого то есть на темного он уже во второй половине фильма в цирке когда она верна и бэр он спрашивает главного героя готов ли ты принять свои странности по моему там ну кто тот перевод что я смотрел то есть фильм я сожалению книгу не читал не знал что есть но кстати вы знаете я фильм то я смотрел а вот книгу я тоже не читал и тут вот в честь этого разговора стал читать и она мне очень понравилась потому что там есть много замечательных мест и диалогов поэтому не бойтесь что это детская книжка наподобие гарри поттера получите удовольствие спасибо вот так он спрашивает то есть фильм показан по странностях и показано что у главного героя в общем-то до самого в конце как бы никаких суперспособностей к вроде как и нет и я смотрел один как сейчас модного снимать обзоры на фильм есть один американец молодой он когда фильме рассказывал то он как бы счел не очень интересно то есть сюжет ему не очень понравилось на он как бы обрисот фильма суперспособностях а почему же у главного героя как бы суперспособности нету и он там больше половины фильма он ну не то чтобы наблюдатель но как бы активно то есть каких-то он не проявляет каких-то неспособность ничего такого интересного вот и я когда смотрел то мне почему-то показалось что ну первая часть фильма может как на сон немного похоже вот когда он заходит говорит с ними то есть он просто наблюдает за тем что происходит хотел бы отметить такие как мне кажется в фильме показаны разные двойственности вот это мах оказался этот барон он вначале был психолог вот и он преследовал то есть главного героя самого начала и не самого начала после смерти деду жуда когда он тут пережил шок нашел дедушку мертвым без глаз увидел какое-то чудовище попал только все ну психотерапевту в нашем доме не вот да она оказалась потом беру нам то есть оборотнем да совершенно точно причем показано что и наверно наверно в этом что то есть да мы как бы практически все оборотни так я просто думаю ведь фильм ну когда снимают фильм он ведь тоже предназначен для определенной аудитории и когда-то вывод вспоминали из в одном из видео когда-то вы там шла видео так называлось злом сказки по моему трех поросятах и на клубе мы такое делали взламывали сказку да и в этом кому-то задали такой вопрос что там кто-то сказку продолжал от себя из участников и он там кого-то позвал говорит поросята звут какого кого-то на помощь а вы спросили а почему же мол ваши поросята то психотерапевта или психолога на помощь не позвали вести в голове как бы не сидит такой вот образ что этого человека можно позвать а но они никого звать не хотели священника которые не хотели так что-то новому на имею ввиду что как мне кажется может я не знаю но нам в тот же америке да то есть аудитория которая смотрит фильмы и бертона ну вот там где аудитория то намного больше то у них я думаю отношение другое то есть вот такие образы психолога у них там фильмы популярны это как часть культуры уже идет и психолог причем или психотерапевт она женщина постоянно в белых одеждах а вот этот барон он оказался мужик и вообще весь черный то есть полностью идет совсем черный да вот и глаза например у них сделан этом радужка осталось белая хотя у но обыкновенный класса на темного рука то есть это потому что они же питаются детскими глазами как же поэтому них у самих глаз нету вот да ну вот кстати про глаза я не понял то есть вот почему то есть как бы что это символизирует я вот честно не понял в фильме это почему именно глаза они там ну не что-то другое спасибо большое григорий вы знаете ну сказать почему именно в фильме это глаза они что-нибудь другое я конечно не могу но я думаю что глаза это тот самый орган который воспринимает свет так как ну они вроде как были сами эти вот чудовище они были сами когда-то иными я хотел цитата из книжки почитать но уже не будут то есть были вот этими странными детьми а потом это очень важно на мой взгляд они решили обрести личное бессмертие и для этого им нужно было что-то вроде получить какую-то энергию эмбрин что-то вроде настойки из их душ и они произвели такой вот эксперимент страшный когда что-то выкачивали из эмбрины заканчивая закачивали себе в мозги но кончился этот эксперимент взрывом и они породили пустоту для меня это одна из самых главных то есть часть вот этих экспериментаторов стала пустотами вот этими живыми существами которые пустоты часть сумела сохранить человеческий облик получила способность к оборотничеству за счет того что они питались теми самыми глазами я знаете в отношении пустот я все время вспоминаю алису стране чудес льюиса кэрролла и вспоминаю ту самую фразу замечательно вот так когда алиса попадает бубновому королю и бубновый король спрашивает ее посмотри кого ты видишь вон на той дороге вдалеке алиса отвечает никого и король удивляется надо же какое у тебя острое зрение увидеть никого да еще на таком расстоянии и вот это как мне кажется это просто несомненная отсылка к кэролу и способность которая находится в джейке это способность видеть никого то есть пустоту а проблема пустоты это ведь главное на мой взгляд проблема наша с вами современного человечества и я не так понравился фильм потому что я его прочел я его почувствовал как призыв тима бертона бороться с пустотой в чем смысл человеческой жизни зачем нужна детская яркость восприятие и зоркие глаза за для того чтобы видеть пустоту для того чтобы видеть ее как главного врага откуда берется этот главный враг вот эта самая пустота и желание личного бессмертия вот как мне кажется ответ и рикса автора романа и бертона добрый вечер говори почетче потому что здесь был по поводу глаз по моему глазами не все так сложно как оказывается если это пустоши они же сами были без глаз но у нас это понятно какая что как зеркало душе на если они питались глазами соответственно они пытались взять душу если они пустоты взять то душу которого не потеряли и причем какую душу взять детскую взять глаза же детские и да они стали похожи след на людей когда нашли эту пищу да да по моему тут этот образ был совсем не такой сложный фильм а еще ну фильм действительно папа мне напоминает ну да в неком смысле сновидения и сама подборка есть я тебя перебью есть обратный шаг да там есть мальчик который проецирует из глаза он может обладает способностью проецировать свои сновидения на экран как вот глаз становится проектором вот этот вот момент того что наличие мальчика она меня немножко напрягает потому что из всей истории он получается незаметно наличие этого мальчика означает то что вся эта история изначально с хэппи-эндом или с неким определенным сюжетом уже случившимся и если бы этого мальчика как бы не было как бы получается и развитие сюжета какого-то окончательного не предполагалось бы так они как живут в некой такой матрицы его регулярный и если уж не нечто есть доступ к будущему то как-то они особо там и могут не знаю него не волноваться регулярно так получает информацию о том что будет вот на сам подбор актеров сам по самоопределение от этих детей их способности конечно попробовал прикинуть с чем это может быть связано ну конечно это ну по мне сложно конечно задачи но например определить этих детей как и детские желания фантазии или детские страхи или какие-то там переживания по типу там пчел в животе это же тоже может все это связано с некими пучит ну может быть с какими-то детскими да или ощущениями каким-то желаниями почти наверняка и я просто ну как бы мне кажется это интересное дело но все таки вот по моему ощущению самое главное это вот эти самые пустотность и пустоты те самые полые люди или вот о которых он написал потрясающее стихотворение в двадцатых годах я думаю что ну как сказать мы спасибо саш я думаю что мы недооцениваем вот этого самого механизма который порождает чудовище я не знаю ну мне кажется что все это архи актуально вот возьмем например вчерашнее событие вот это наше внутреннее иркутск да практически 50 человек погибло от жуткой дряни которая ну собственно в любом случае продавалась как лосьон для ванн может быть даже с расчетом что ее будут покупать как дешевый спиртосодержащий напиток но все равно как лосьон да вот иркутск на особом положении на ситуации чп и это способ заполнить пустоту и те люди которые это произвели и выбросили в продажу они чудовище и эти чудовища они постоянно вокруг нас чудовище которые порождают которых порождает пустота пустота душ которую не заполнишь поеданием или выпиванием ничего не заполнишь выпиванием поеданием детских глаз как бы вообще наш мир он всегда порождает чудовище с пустоты это универсальный механизм я хочу сказать что другие вчерашние события грузовик германии наехавший в очередной раз на людей гибель посла это ведь тоже чудовище порожденное пустотой потому что война за нефть порождает пустоту вполне материальном мире а пустота которая например на мой взгляд образуется из-за отсутствия суфизма порождает такую внутреннюю пустотность в исламе которая порождает все время чудовище при этом ну мы немедленно конечно начинаем кричать о том что надо поставить все спирт содержащие жидкости под строжайший учет государства и это наверное правильно я совершенно не про это я про то что строжайший учет государством спиртосодержащих жидкостей ведь пустоту в душах никаким образом не ликвидирует и они это спирт эти спиртосодержащие жидкости обязательно найдутся я например сегодня совершенно случайно вдруг выяснил что вот эти спиртосодержащие лосьоны которые там боярышник еще какой то я не знаю теми же производителями произведенные или нет но стали проблемой в Иркутске и в Иркутской области с 2009 года пустота душ порождает чудовище а разные способы их заполнить приводят к смерти и мне очень понравился фильм Бертона тем что я в нем слышу призыв к борьбе с пустотой вон Эльмира спрашивает почему итоговое сражение происходит ну карикатурное вполне происходит на детских каруселях и аттракционах ну потому что вот эта самая яркость жизни способность удивляться любознательность не должна этими аттракционами ограничиваться потому что если человек всю жизнь живет на аттракционах ну например около телевизора то тогда там на этих аттракционах самых разных на компьютерных играх например начинают вырастать чудовища а смысл появляется тогда когда они помните они там снежками кидаются они кидаются снежками и эти пустоты становятся видимыми и тогда как выясняется и тогда как выясняется с ними можно бороться вот карусели вот эти временные карусели на которых они крутятся тоже делают их жизнеспособности бессмысленными они бессмертны потому что крутятся в этом одном дне который повторяется снова и снова но они мертвы до тех пор пока они не вступают в взаимодействие с миром они начинают спасать смотрите как все просто других от пустоты они для себя создают некоторую реальность игры и в ней как-то существуют но до тех пор пока эта реальность игры не превращается в реальность мира их способности на самом деле не имеют никакого смысла и пока они живут вот эти десятилетия да которые разделяют джейка с юностью и детством его дедушки им эти их способности собственно и не нужны ну да да как бы конечно летающая девушка каждый день спасает белчонка который падает с ветки в строго определенное время ну в общем на самом деле по большей части для того чтобы спасти его летать совсем не обязательно мы как-то крутимся все время на каких-то своих каруселях создаем сами себе свою собственную маленькую временную петлю стремимся к тому чтобы наш каждый день не отличался от предыдущего дня создаем некую реальность своего воображения для нас она очень важна но вся беда в том что пока эта реальность не выходит за наши пределы в мир для того чтобы там отыскивать пустоты и их каким-то образом заполнять заполнять пустоты в других людях заполнять пустоты в близких заполнять пустоты в культуре в религии потому что любая схема мы говорили об этом когда говорили о фильме авиатор создает что-то вроде жесткой временной петли но самое интересное что через эту жесткость всегда пролезают пустоты потому что эта схема так как она не бог никогда не может быть абсолютной в ней всегда есть дыры помните там когда пустоты впервые атакуют при этот самый интернат этот приют для странных детей миссис перегрин она дает команду что надо законопатить все щели но как при газовой атаке но проблема в том что все щели законопатить нельзя пустота всегда все равно она проникает повсюду разве мы в чем-то не являемся пустотами постоянно потребляя продукты чужого творчества и не пытаясь свою инаковость а ведь мы все инакие правда мы же все не похожи друг на друга у каждого есть свой индивидуальный дар который как у джейка открывается отнюдь не сразу и каждый из нас в общем способен видеть что-то свое несуществующее как джейк по крайней мере каждый из нас уверяю вас видит что-то то чего не видят другие в том числе в фильме бертона всего трое три человека позвонила каждый увидел что-то свое правда здравствуйте александр геннадьевич здрасте у меня на экране валентина это ее сын потому что я сейчас в отпуске с ее компьютера на самом деле я хочу слушаем вас хочу сказать что давно уже хотел позвонить но живу очень легко у нас часовые пояса они совпадают на 4 часа разницы сколько же у вас сейчас времени нет сейчас я в отпуске у меня московское время я хотел сказать вот по поводу фильма там вот два пункта как обозначить вот в начале фильма отец говорит своему сыну что не слушай дедушку все уже открыто все уже изобретено да я это вспоминал сегодня в разговоре да уже не сначала смотрю к сожалению вот а в конце вот просто как бы оттуда берется пустота вот из таких вот миссий что все уже все уже есть а в конце фильма вот когда идет финальный как разговор ну еще не совсем конец когда внук говорит вот девочки которая летала тоже вас будет защищать она ему отвечает что нас теперь не надо защищать ты помог нам мы стали верить в себя ну вот как бы это такой ключ для ее борьбы с этой пустоты именно верить в себя и между прочим верить в себя и в свою способность заполнить какую-то пустоту поймать ее да найти и уничтожить вот они я просто хочу обратить ваше внимание они говорят тогда когда они оказываются во внешнем мире в котором они теряют это свое бессмертие они начинают расти и вот это еще одна мысль спасибо большое как вас зовут Владимир и Владимир спасибо спасибо большое Владимир и это вот еще одна мысль наверное на которой я хочу закончить этот разговор это мысль о том что личная попытка личного бессмертия которая всегда связана с независимостью оторванностью от других попыткой построить самого себя верить в себя они начинают тогда когда они начинают помогать другим уменьшая не хочу сказать теряя но уменьшая при этом свое личное бессмертие поэтому мне хочется сказать ну что давайте все таки учиться заполнять пустоту и не бояться уменьшить свое личное бессмертие и наверное об этом не только фильм Бертона но и все наши программы и мое особое мнение собственно по причине того что может быть так себя ощущаю по отношению к этому фильму только я потому что все мы когда-то однажды в жизни чувствуем себя детьми выброшенными из приюта для странных детей потому что все мы иные собрание покойного Еремея Парнова может быть кто-то знает нашего фантаста это конечно антиклирикальная картинка но в сущности вот если вы задумаетесь она тоже изображает пустоту вот когда под священным жестом ничего нет на нем заводятся бесы и это тоже проявление пустоты ужасно благодарен за то что вы тратите свои вечера на эти наши с вами разговоры спасибо вам большое спокойной ночи